Сегодня ночью в северном полушарии, в том числе и на территории Казахстана, будет наблюдаться редкое астрономическое явление. Одно из самых ярких комет под названием Исон подошла на минимальное расстояние к нашей планете. Ее отделяет от нас всего 42 миллиона километров, что в три с половиной раза ближе, чем от Земли до Солнца. Комету можно будет увидеть в темное время суток, даже невооруженным глазом. Но лучше всего наблюдать ее в бинокль или в небольшой любительский телескоп. Григорий Беденко расскажет больше. Комета Исон сейчас самый интересный и красивый объект на ночном небе. Наиболее яркой она станет именно сегодня, когда расстояние до Земли составит 42 миллиона километров. Исон отличается очень необычным зеленоватым оттенком. Это объясняется содержанием в ее газопылевом облаке таких веществ, как цианистый газ и двухатомный углерод. Что примечательно, именно сегодня ночью комета будет видна невооруженным глазом. Найти ее на небе очень легко. Объект находится между созвездиями Большой и Малой Медведицы. Сейчас она находится в зените и видна у нас практически всю ночь. То есть она кульминирует примерно в 10-12 часов вечера и постепенно к утру снижается градусов до 30. Городская засветка очень сильно мешает наблюдениям кометы. Поэтому, чтобы увидеть ее во всей красе, необходимо выехать за город, где засветка меньше. Либо подняться в горы, где туман, дымка, смог останется ниже нас. Что интересно, астрономы-любители из Алматы наблюдают комету последние две недели. Они уже получили очень красивое изображение этого небесного тела. И даже смонтировали небольшие видеоролики, где комета показана во всей своей красе. Для этого я несколько ночей подряд наблюдал. И в зависимости от каждой ночи уже было видно, как кометы ярчаются, становятся больше в размере. Ну и каждую ночь я примерно снимал от 50 до 200 кадров каждую ночь. И получается, каждую ночь я отдельно вот эти картинки выстраивал в линию. И получается, как бы получалась анимация кометы. Чтобы получить подобные снимки, совсем не обязательно иметь большой телескоп или другое сложное оборудование. Однако необходим специальный набор для астрофотографии. В него входит штатив с моторизированным приводом для компенсации вращения Земли, астрокомпьютер и соответствующее программное обеспечение. Все это можно найти, а также получить рекомендации на астрофорумах, в социальных сетях. Обычный фотоаппарат можно зеркально использовать, с обычным объективом. Но чтобы получить хорошее качественное изображение кометы, необходимо специальную монтировку с видением иметь. То есть она компенсирует вращение Земли. Тем самым можно делать большие выдержки. Соответственно, комета лучше проявляется, и проявляется цвет ее и хвост. Комета Исон привлекла внимание ученых всего мира 10 лет назад. Тогда это небесное тело чуть было не столкнулось с Солнцем. Минимальное расстояние между двумя объектами составило чуть более 1 миллиона километров. Фактически комета нырнула во внешнюю солнечную оболочку. Астрофизики считают, что тогда ядро Исон, диаметр которого составлял 3 километра, распалось на мелкие фрагменты. И то, что мы сейчас видим, это остаточный газопылевой след. Но даже при этом он смотрится весьма эффектно. Григорий Беденко, Радик Джакупов, Хайдуард Кон, Алматы, Хабар, 24.